В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня выпуски. Перспективы мы ее еще освежим. Город воинской славы. В парке военной техники проходят последние приготовления перед предстоящим открытием. Очень много для нас оказалось такого неожиданного. Большие звезды светят малым. Главный врач национальной сборной по футболу приоткрыл некоторые секреты из жизни знаменитых спортсменов. Мы уже с огромным запасом энергии, мыслей. Пираты, латино и не только. Анапчанка, покоряющая сцены в России и за рубежом, показала в Анапе незабываемые театрализованные шоу. Модернизация профессионального образования на Кубани. Эта тема стала главной на педагогической конференции, которая прошла сегодня в Анапе. В ней приняли участие около 500 представителей среднеспециальных учебных заведений, колледжей и техникумов, как государственных, так и частных. На федеральном уровне поставлена задача выпускать специалистов, востребованных на рынке труда. Один из вариантов – ориентироваться на запросы конкретных предприятий. Такие программы сегодня действуют и в Анапе. Через 7-8 лет экономике России потребуется порядка 10 миллионов пар квалифицированных рабочих рук. Таковы данные исследований. В образовании необходим прорыв. Об этом говорится в новых майских указах президента. Главная задача, чтобы выпускники среднеспециальных учебных заведений не оставались без работы. Для этого необходимо формировать заказ, подключать предприятия, тем более, что это и в их интересах. Потому что разрыв времени между выходом из учебного заведения и преступлением к полноценной квалифицированной работе на предприятии сокращается минимально. Он сразу пришел, встал, скажем, на свое рабочее место и квалифицированно начинает выполнять свою работу. Это повышает производительность труда, снижает затраты на его подготовку, переподготовку, вливание в коллектив. Соответственно, это повышает эффективность производства и работы предприятия. Подобный опыт уже есть в Анапском сельскохозяйственном техникуме. В частности, винодельческие предприятия направляют на обучение специалистов, а затем берут их на практику. Уже второй год подряд у школьников есть возможность получить свою первую рабочую специальность – садовник. В прошлом году мы обучили 20, и у нас еще была программа со школы Раевки. Там был садово-парковый ландшафтный дизайн. В этом году мы набираем целый класс, и в Юровке тоже целый класс. Уровень подготовки колледжами и техникумами Анапы на краевом уровне оценивают достаточно высоко. В городе-курорте среднеспециальное образование получают порядка 2,5 тысяч человек. Ежегодно Анапа принимает до 4,5 миллионов туристов. И, конечно, наши гостей должны встречать на высоком уровне. Мы к этому все стремимся. Хочу отметить также, что сегодня очень многое делается для того, чтобы соответствовать духу времени. Внедряются инновационные педагогические технологии. Наши студенты обучаются на современном оборудовании, которое соответствует международным стандартам. Импульс для развития системы среднеспециального образования дал движение молодых профессионалов. В мире это чем-то напоминает олимпийское движение, где критерии победы, качество выполненной работы. Чтобы побеждать в таких соревнованиях, нужно обновлять образовательные программы, приобретать новое оборудование. За каждой удачей должна стоять следующий шаг, следующая ступень развития. Это как перейти от качественных, высоких достижений, единичных и командных, все-таки к массовому качеству образования, которое напрямую связано с дальнейшим судоустройством и успешностью наших учеников. Идет постепенный переход к тому, что выпускники среднеспециальных учебных заведений будут сдавать экзамен по методике движения молодых профессионалов. Я вспоминаю свой опыт общения с одним из прекрасных мастеров, студентов, победителем соревнований, который работал на оборудовании, которое стоило полтора миллиона рублей в техникуме. Когда я его спросил, ты представляешь, что на первом ручьем месте, возможно, этого оборудования не будет идти, нужно будет начинать с нуля. Какая тебе оснастка нужна на первое время? И он затруднился, все это представил. А сколько это будет стоить? Мы начали считать. А где взять эти деньги? Эти деньги можно заработать, уже обучаясь. По мнению Виктора Чернявского, необходимо повышать объем практики, причем оплачиваемый, чтобы еще до выпуска у начинающего специалиста была возможность собрать собственный комплект оборудования, а, возможно, и небольшой стартовый капитал, подкрепленный азами экономических знаний, чтобы открыть свое дело. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В парке военной техники наносят перед открытием последние штрихи, а возле знаковой стелы на Пионерском проспекте восстанавливают газон и обустраивают площадку для туристов, чтобы было удобнее фотографироваться. Глава курорта Юрий Поляков осмотрел ход работ. Так сегодня выглядит парк военной техники на Симферопольском шоссе. Там сегодня уже три экспоната – самолет, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Специалисты заняты благоустройством и оформлением газонов. Открытие намечено на эти выходные. Также ко дню освобождения Анапы и дню города решено благоустроить композицию на въезде на Пионерский проспект со стороны Анапы. Тротуар здесь пришел в негодность, а желающие сфотографироваться вытоптали газон вокруг стелы. Поэтому освежаем вот этот тротуар, делаем дополнительно, и их между собой осоединяем около этой стелы, где можно приходить и фотографироваться. Ну и в перспективе мы ее еще освежим. Никто не забыт, ничто не забыто. К 75-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков в сквере Катя Соловьяновой прошел митинг памяти подвигу партизанки-подпольщицы. С момента освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков минуло 75 лет. Уже выросло не одно поколение людей, знающие об этой великой войне только по книгам. Но память о тех, кто защищал и освобождал Анапу, живет вечно. Такие подвиги миллионов советских жителей не дают нам права забывать. Мы должны всегда помнить, какой ценой нам досталось это мирное небо. Мы должны передавать из поколения в поколение информацию о великом подвиге уже, наверное, прадедов, прапрадедов, всех тех, кто сложил головы за нас с вами, за нашу жизнь. Для немцев Анапа имела большое значение. Это был единственный порт Кавказского побережья, который они могли использовать в своих целях. Враг установил в городе комендантский час. Катя Соловьянова состояла в группе юных анапских патриотов под названием «Рассвет» и помогала партизанам. Донес на партизанку предатель. Во время диверсионной операции она была схвачена. Даже под пытками она не выдала товарищей и была приговорена к расстрелу. К этому времени ей было всего 20 лет. В 1965 году в честь нее переименовали улицу Бугурскую на улицу Катя Соловьянова. В том же году на улице установили памятную плиту. Дина Григорьевна Врублевская стала свидетелем событий того страшного времени. В 1935 году она родилась на этой улице и вот уже более 80 лет проживает здесь. Начало оккупации Анапы помнит с трудом, зато ясно помнит, как освобождали Анапу. Тогда ей было 8 лет. Новороссийска нас освобождали. Именно Новороссийска освободили. Потом уже начала освобождать Анапу. Я видела Катюшу. Вот видела сама лично. Мама меня удерживала. Я все-таки девчонка. Знаете, мы тогда были очень шустрые. Выбежала. Вот сюда выбежала. И увидела Катюшу в виде, знаете, вот таких рельс. И вот как они стреляли, все это. Ну а потом, когда мы ходили уже на Бемлюк, специально ходили там за виноградом и прочее, то мы видели выжженные кустарники, все выжженные. А немцы отсюда бежали на Бемлюк. После освобождения города 21 сентября 1943 года Катя Соловьянова была перезахоронена вместе с другими погибшими в годы оккупации гражданами Анапы в братской могиле на высоком берегу. А к месту ее гибели благодарные анапчане каждый год приносят живые цветы. Руслан Душевский, Анапа-регион. Большие звезды светят малым. В Анапе завершается спортивный фестиваль под эгидой Всероссийской организации «Детская футбольная лига». В рамках этого мероприятия проходят не только игры, но и встречи с известными профессионалами из мира спорта. Накануне тренерские составы и юные футболисты узнали от главного врача нашей сборной по футболу об основах правильного питания спортсменов. Некоторыми секретами он поделился и с нашей съемочной группой. Сегодня в стране всплеск интереса к футболу. Практически во всех регионах открываются новые детские секции. А пример для подрастающего поколения, конечно же, наши футболисты, которые показали на чемпионате мира отличный результат. Эдуард Безуглов – главный врач сборной России. Сегодня он раскрывает секреты правильного питания юным спортсменам, которые приехали для участия в футбольном фестивале. Тренерским составом отдельный разговор. Именно они в ответе за самочувствие своих подопечных. Все это бесследно не проходит, поэтому за качеством того, что мы едим, следить надо прежде всего самому спортсмену. А если мы говорим про юных спортсменов, следить должны родителей, ну и тренеров, потому что их вариантов нет. Сами тренеры на этой встрече открыли для себя много полезной информации. Ведь контроль за питанием спортсменов – это не только их здоровье, но и увеличение шансов на победу. Узнали, наверное, что мы вообще делаем не так родителям по отношению к своим детям, не только в питании, но и в принципе. Узнали, наверное, в каких дозах, как правильно давать какие-то продукты, что мы делаем так, что делаем не так, про витамины. И вообще очень много для нас оказалось такого неожиданного. Впрочем, питание – это не единственная проблема развития молодежного футбола. Катастрофически не хватает опытного тренерского состава. Зачастую с ребятами тренируются обычные энтузиасты, не имеющие специального образования. Впрочем, Анапа в этом отношении находится на выигрышной позиции. Спортивные школы курорта уже успели заявить о себе. Если раньше они были оутсайдерами в наших турнирах, то сегодня и железные середняки, а некоторые команды выступают успешно в этих соревнованиях. Играют тут команды разных возрастов. Потом, если раньше, ну, как правило, это была одна команда Анапы, может быть, одна команда Витязева, то сегодня две команды играют Анапы, и две от Витязева играют. Значит, можно судить, что стало больше желающих заниматься футболом. Это приятно. У нас в стране футболом занимается 2,7 миллиона человек. Из них, по-другому, это дети. В России 12 тысяч тренеров. Из них только 2 тысячи имеют лицензию категории С. Остальные работают без лицензии. То есть это одно из направлений, в котором можно работать для того, чтобы получать качество образования, качество оказания услуг в этой сфере. Другим очень важным моментом является, конечно, недостаточная инфраструктура. У нас есть много регионов, где просто физически нет полей, которых может достойно проводить тренировочный процесс. Ну, вот это те точки, от которых можно опираться, двигаться дальше. В завершении встречи известный шеф-повар Ефим Дьяченко провел с юными участниками конференции необычный мастер-класс по приготовлению вкусной и здоровой пищи. Причем в роли поваров выступили сами юные футболисты. Руслан Душевский, Анапа-регион. «Пираты Черного моря», «Зажигательная латино» и «Головокружительные пируэты». Театр танца «Си-Джем», созданный Елизаветой Жемчужной, анапчанкой, покоряющей сцены не только России, но и за рубежом, представил в нашем городе-курорте незабываемое театрализованное шоу. Елизавета начала свой творческий путь в родной Анапе. Затем хореографическое училище в Краснодаре, далее Москва, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Как признается молодой бледмейстер, было непросто, но помогала увлеченность и любовь к своему делу. И сейчас новая веха. Театр танца «Си-Джем», основанный вместе с хореографом Александром Мирославским. Все участники проекта творческие, влюбленные в танец, с высоким уровнем профессионализма, как и его основатели. В 2016 году образовался наш состав «Си-Джем». Мы выступали на разных танцевальных площадках, как в России, собственно, так и за рубежом. Это были страны Китая, Турция, Германия и Испания. Мы уже с огромным запасом энергии, мыслей, фантазии и идей уже создали красивые спектакли, которые оценили зрители. Спектакль «Фуга» – зажигательные ритмы, вива-латины с элементами акробатики и театрализованное шоу пиратов. Столько искрометных танцев и образов показали в Анапе со сцены городского театра «Талантливые танцоры». Так как это Черноморское побережье, людям было интересно смотреть на пиратов не Карибского моря, а пиратов Черного моря. У нас было свое кино, которое мы показали в своем, может быть, видении. Это была любовная история о том, как пират влюбился в принцессу, и она также ответила взаимностью. И мораль в том, что сокровища, богатство, деньги, в общем, совсем не важно. Важна любовь. Каждый год летом Елизавета организовывает летний хореографический лагерь для школьников, где делится творческими задумками, знаниями и вселяет в сердца детей любовь к искусству, которая живет и в сердце самой Лизы. Планы, конечно, у нас очень большие, творческие. Будем усовершенствоваться, будем все усложнять, будем искать еще более талантливых людей. В общем, это главное есть начало. Теперь только вперед. На следующее лето ребята обещают привезти в Анапу много идей, а это значит, что мы будем ждать театр танца Сиджем с еще более красочными, зажигательными и яркими шоу. Ирина Меркурьева, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Уже в субботу Анапа с размахом отметит День города. Яркая, насыщенная программа мероприятий обещает подарить праздничное настроение и жителям, и гостям города-курорта. С 10 утра на улице Горького всех желающих будет ждать ярмарка «Урожай». В Анапском археологическом музее социально-культурная акция «Анапа. Город воинской славы» также будет проходить с 10 утра. С 11 до 16 часов сквер имени Гудовича приглашает гостей на фестиваль «Молодежный квартал». На театральной площади в это же время состоится благовесту моря фестиваль колокольного звона. Торжественное мероприятие, посвященное празднику «Мой город сердцу дорог» пройдет также на театральной площади с 20 до 22 часов, а сразу по окончании праздничный фейерверк. Далее программа «В ритме города». В течение всего дня планируется мероприятие в библиотеках города и во всех сельских округах. Подробную информацию можно найти на нашем сайте anaparegion.ru Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным.